Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хуба Гивили, и в сегодняшнем видео мы с вами смотрим и реагируем на новый трейлер, каталогу, который выходит уже совсем скоро, по моим подсчетам, примерно 28-29, возможно, а может быть и 1 марта, выходит каталог, потому что там от дня бесплатного обновления пару дней должно пройти, вот, и должен выйти каталог, а обновление бесплатное выходит 27 числа. В общем, у меня есть много чего вам рассказать про этот каталог, прежде чем начать смотреть трейлер, так что усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю, поехали! Как много и часто вы строите в Sims 4? Вот я провожу в режиме строительства огромное количество времени, потому что мне нравится строить домики, обустраивать экстерьер и заниматься ландшафтом. Sims это, конечно, хорошо, а что если я вам скажу, что как тебе, так и мне, наше увлечение можно превратить в настоящую работу? И в этом нам с вами поможет образовательная платформа Skillbox. Образовательная платформа прямо сейчас может провести для тебя бесплатный 5-дневный курс и обучить преображать пространство вокруг себя. Бесплатный 5-дневный курс включает в себя 4 направления. Интерьеры, мебель, ландшафт и декорирование. Узнайте о профессии и выберите то, что по душе именно вам. Мини-курс проходит в удобном для тебя темпе. Смотри видео, когда тебе удобно и выполняй практические задания. По итогам прохождения курса ты в свою портфолио получишь 4 работы. И сможешь собрать тематическую доску на Pinterest, интерьерный коллаж в Google презентациях, дизайн проект сада и эскиз детской мебели. И все это абсолютно бесплатно. Этот курс будет полезен как для начинающих, так и для тех, кто хочет развиваться в одном из направлений в дизайне. Также вы получите подарки. 4 чек-листа, которые помогут в новой профессии. 3 вдохновляющих книги для творческих людей. А также, если ты посмотришь первый урок полностью, Skillbox подарит тебе целый год обучения английскому языку абсолютно бесплатно. Также не забывайте, что курс остается с вами навсегда, и вы сможете пройти его абсолютно бесплатно, когда вам будет удобно. А также, прямо сейчас в Skillbox проходит распродажа, где вы сможете получить скидку в 50% при покупке одного курса, и второй курс получить в подарок. И знай, что у тебя еще есть шанс начать этот год с получения новых знаний, и поможет тебе в этом образовательная платформа Skillbox. По ссылке в описании. Ну что, в первую очередь мы с вами видим тизер данного каталога, это вот такой вот камень, камень с камнями. То есть, это те всем известные камни, где можно ходить по улице, да, по мирам Sims, находить такие камушки, и, собственно, выковыривать оттуда какие-то камни, и, в принципе, как будто бы там собирать коллекции и тому подобное. Вообще, эти камни были созданы как раз-таки для коллекции. И теперь у нас выходит каталог, который, наконец-таки, дает этим камням какой-то смысл. И мы сможем из тех бриллиантов, которые там находят, находим, ну, не только бриллиантов, других камней тоже, создавать ювелирные украшения. Да, тизер гласит именно об ювелирных украшениях. Не тизер, а карта контента гласит о ювелирных украшениях, потому что она там вся наполнена всякими подвесками, всякими бриллиантами, камнями и тому подобное, кольцами и так далее. Вот, а тизер этого каталога выглядит, точнее, тизер этого трейлера на каталог выглядит вот таким вот образом. Просто 20 февраля все дела, вот, выйдут, значит, что-то, что-то выйдет интересное. Вот, и, собственно, весь твиттер уже гудит о том, что это будет ювелирное дело 100%. Такое ювелирное дело было в Sims 3, там были стеклодувы, можно было что-то выдувать, да, а, огранка камней и работа с камнями, и именно это, различные печи для обжига, и именно это мы с вами ждем, и все сим-сообщество ждет от данного каталога. Вот, я безумно надеюсь на то, что эти ожидания оправдаются, и сразу могу сказать, как многие пишут в комментариях, возможно, это феи. Нет, ребят, феи это игровой набор, когда-нибудь, 100%, вот. Вот, а в этом случае это каталог, и, собственно, тематика, огранка камней, ювелирные украшения, и, наконец-таки, мы сможем открыть наш собственный санлайт и закрыть его хоть хотя бы в Sims, вот такие дела. Поэтому для вас пройдут секунды, для меня полчаса, приступаем к просмотру реакции и разбора трейлера на новый каталог. Поехали. Ой, а вот он, стол. Стол для ювелирных изделий. Ух ты! Новые прически, новая одежда, прикольно. Crystal Creation. Блин, прикольно, прикольно. Чем-то мир маги мне напоминает почему-то по стилистике. Ух ты! Выбираем изделие, из чего он будет сделан. Класс! Ух ты! Ой, анимация из университета. Браслетик. А носить мы его сможем? Ну, стандартная коллекция. А вот, а вот она, огранка. Ой, мы можем садить их. И что-то вырастет или что? Ну, это на... Как кайф. Какие-то подношения, вау. Мы сможем их носить, ребята, да. Мы сможем их носить. Кайф. Ещё какие-то растения мы можем... Вау! Кольца в виде пламбоба. Кайф, 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 кайф. Какие-то подношения. Какое-то дерево из кристалла выращенное. Новая одежда, новые прически. Блин, прикольно. Прикольно. Мы смерть можем призвать. Ничего себе. Ничего себе. Мы в конце призвали смерть. Ну-ка, давайте смотреть ещё раз подробнее. Пока что... Пока что... Такого дикого восторга какого-то я не получил почему-то. Вот, мы на первом кадре видим с вами стол для ювелира. Потом два персонажа идут добывать камни ювелирные, собственно. Причём это скрытая локация, грот. Мы тут также можем уже видеть новые украшения на персонажах. Новую одежду. Кстати, вот эта прическа очень крутая. Мне она очень нравится. Вот, новые украшения. Браслеты. Маникюр, интересно, скорее всего, наверное, из базы. Вот. Так. Кристалл Креэйшн. Интересно, как у нас переведут. Данный каталог. Но что-то по типу... Создавать украшения. Или создатель украшений. Что-то типа того. Не знаю. Посмотрим, как будет на русском языке переведено. Так. Так. Тут мы видим замену на новую мебель. Что мы тут видим? Лампу. Хотя это выглядит как будто бы это телескоп. Хотя на самом деле это лампа. Не знаю. Ловлю дикие вайбы игрового набора Оборотни. Потому что тут также есть какая-то вот эта вот завязка на луне, на полнолунии, на разных фазах луны. Да. Очень много отсылок на это. Очень много отсылок. Ящички, столики, коврики, цветочки. Так. Ювелирный стол. Опять же, что-то вот как будто бы, знаете, остаток. Какой-то вот остаток от игрового набора Оборотни. Вот почему-то вот чувствуется как будто бы вот что-то вот... Что-то вот. Ну-ка. Потому что все принты связаны с луной. Почему-то такие темные, готические. Как будто бы расцветки здесь и выбраны. И дикое какое-то впечатление, что это игровой набор Оборотни. Какая-то его еще отдельная часть. Как мой первый питомец для дополнения кошки и собаки. В этом числе в плане мебели очень схожи. Очень схожи какие-то такие вайбы. Мы тут видим очень много, разумеется, бутафорий, да, каких-то вот предметов для того, чтобы организовать место для ювелира. Вот. А также здесь мы можем наблюдать, как я уже сказал ранее, мы можем выбрать изделие. А разумеется, мы видим только две строчки, потому что для остальных строчек у нас еще не прокачан навык ювелирного дела. А дальше мы выбираем металл, из которого мы будем делать, да, само там, кольцо, браслет, металл. И бриллиант, кристалл, который будет находиться в этом браслете. И приступаем, собственно, к изготовлению данного изделия. И получаем что-то не очень красивое, что-то не очень хорошее, да, потому что еще маленький уровень навыка ювелирного дела. Мы идем копать еще камни. Теперь у нас, ребята, реально есть повод ходить и это делать. Ура. Так, дальше мы собираем большую коллекцию этих самых камней. Тут даже разработчики создали некий стенд для собирания коллекции. И приступаем к следующему. Вот это очень прикольно. То есть мы сделали огранку какого-то камня. Посадили его у себя на участке. И по итогу потом вырастет большое дерево с кристаллами. Что-то типа того. Так, тут у нас уже навык более высокий. И мы, собственно, можем делать какие-то то ли подношения. То ли, я не знаю, что это. То ли как-то, опять же, это что-то связанное с луной. Потому что дальше мы видим как раз-таки появление ювелирных украшений и смену фазы луны вон позади. То есть у нас наступает полнолуние и все это дело начинает светиться каким-то зеленым свечением. И тут у нас появляются украшения. Скорее всего, мы, наверное, сделали какое-то украшение. Поставили на этот пастомат, да, на этот пьедестал. И у нас рядом с этим пьедесталом, с этим украшением появились еще другие украшения. Кстати, мне просто интересно, они по стилистике схожи? Нет, по стилистике они разные. Я думал, что они как будто бы вот из одной коллекции. Тут у нас есть украшения, у нас есть серьги, у нас есть кольцо. А что там у нас еще появлялось? И браслет. А, или они с одним и тем же камнем. Они, скорее всего, с одним и тем же камнем. То есть у нас тут получается, что благодаря луне, каким-то подношениям, у нас появилась полная коллекция данных украшений. Неплохо. Хотя могли, наверное, и сами создать. А дальше мы с вами продолжаем ухаживать за тем самым посаженным камнем, да. Разумеется, украшения все уже на персонажа, мы их надели. И у нас вырастает большое, красивое, какое-то каменное, бриллиантовое дерево. Вот, а этот персонаж продолжает создавать какие-то ювелирные украшения дальше. И тут мы можем увидеть новые какие-то камни, новые огранки, новые украшения. Разумеется, новое окно, там новые какие-то полочки и так далее. Так. Кольцо. И вот, собственно, дерево. Предложение с тем самым созданным кольцом, ребят. Смотрите, это уже не обычное, не базовое кольцо, которое сейчас есть в Sims. А это именно то кольцо, которое мы сами сделали. Теперь наши персонажи смогут саморучно создать кольцо и с этим кольцом сделать предложение персонажу. Прикольно. Очень классно. Задумка классная. Ну и, собственно, нам показывают тут все предметы. Показывают какие-то стенды для украшений. Коробочки с украшениями. Вот то самое красивущее, просто безумно красивое дерево. Коробочки с сережками, да, с подвесками. Новые цветочки. И новая одежда. Наблюдайте новую одежду. Опять же, почему-то у этой одежды дикий вайп. Как раз-таки игрового набора оборотни. Вплоть вот до этого персонажа. Там есть персонаж в игровом наборе оборотень. Оборотни примерно в такой же стилистике. Примерно в таком же стиле одетая. Вот. Продолжают показывать уже мебель. Да. И, собственно, происходит какое-то колдовство. Я не знаю, что она сделала. Но что-то руками. Видите, у нее руки светятся. Руками она призвала смерть. Каким-то чудесным образом появляется смерть, даже когда никто не умер. Возможно, это связано с тем постаматом и с теми подношениями. Вот такие вот дела. Выглядит все безумно интересно. Выглядит классно. Мне нравится. Ну, так, знаете, если оценивать по пятибалльной шкале, ну, на троечку. На троечку. Прям вот три пломбоба из пяти. Я оцениваю этот каталог пока что по трейлеру. На три пломбоба из пяти. Потому что на пять из пяти пломбобов. Это у меня, наверное, в оценке паранормальное. Потому что там потрясающий каталог. Но, опять же, паранормальное я уже ручками щупал. А этот каталог еще не щупал ручками. Поэтому, как только он выйдет. Кстати, выходит он 29 февраля. Вот тут вот дата выхода. 29 февраля. 27 февраля у нас бесплатное обновление. И 29 у нас выходит каталог. Вот такие дела. Пишите в ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. По поводу этого каталога. Нравится, не нравится. Что вы от него ждете. И ждете вы ли его вообще. Так что приглашаю всех по ссылке в описании. Что в комментариях. Пишите, говорите. Будет интересно узнать ваше мнение. Ну, это была реакция. Разбор. Всех безумно люблю. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока, мои хорошие. Увидимся уже в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok